Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей. С вами Егор Матаев. Начну с главных тем. Субтитры делал DimaTorzok Преалтайского маньяка поймали. Александр Сатлаев прятался в пустом доме. Его поймали в ходе операции, проводимой полицией и группами специальных операций. В полиции уточнили, что спецоперация по поимке преступника длилась три дня. Бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Он нападал на одиноких женщин, а затем сам же расследовал свои преступления. Сатлаева судили за причастность к более десяти изнасилованиям. Уголовное дело возбуждено по факту издевательств над пациентами в городской больнице Новоалтайска. Об этом сообщил депутат Госдумы от Алтайского края Данил Бессарабов, который направил запрос в Следственный комитет. Поводом послужило видео, где говорилось об ужасном содержании пациентов в одном из отделений медучреждения. Как написал политик в своем аккаунте в Инстаграм, «Близкий родственник одной из моих подписчиц на тот момент проходил там лечение. С больными, поступившими в отделение на пятый этаж, не просто грубо обращаются, а используют нецензурные ругательства, привязывают к кроватям, морят голодом и жаждой. Такое, разумеется, недопустимо по отношению к людям». Следователи сообщили о проведении проверки возбуждения уголовного дела. Сегодня стало известно о смерти известного ученого, заслуженного юриста России, профессора и экс-проректора Алтайского государственного университета, бывшего члена общественной палаты края Валерия Невинского. Два месяца назад он отметил 70-летний юбилей. Известно, что он тяжело переносил коронавирусную инфекцию. Потом ученый почувствовал себя лучше, и его перевели в палату интенсивной терапии. Однако сердце профессора не выдержало. Валерий Невинский родился 5 декабря 1950 года в Томске. С декабря 1975 Невинский в течение нескольких десятков лет работал в Алтайском государственном университете. Кроме того, он участвовал в законопроектной, аналитической и просветительской работе, юридической защите прав и интересов граждан. Валерий Невинский удостоен почетного звания заслуженный юрист Российской Федерации. Подшрен почетными грамотами Миноборнауки России, губернатора Алтайского края, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, а также руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу. И к другим темам. Цифровой диктант по персональным данным запустили в Алтайском крае. Он должен подтолкнуть людей изучить свои права и поможет избежать ошибок. Инициативу Краевого Министерства цифрового развития и связи и Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай поддержали на федеральном уровне. Принять участие в нем могут жители всей страны до 23 февраля. Он, конечно, диктантом называется, но основная функция – это обучающая. Обучающая и профилактирующая. Потому что очень много обращений граждан края по вопросам нарушения их персональных данных. Очень много. Практически процентов 30 из всех обращений именно идет по защите персональных данных. По словам создателей, это первый в России целостно составленный диктант по персональным данным. В нем есть теоретическая часть и тест. Диктант основан на ситуациях из жизни, с которыми может столкнуться каждый. Ну, предположим, приходите вы за покупкой сим-карты в какой-то салон связи. И с вас спрашивают фамилию и имя отчества для того, чтобы привлечь вас к какой-то рекламной акции. Каким образом здесь действовать? Можно ли давать такое разрешение? На основании чего? Как подтверждать? Где можно осуществить отзыв этого заявления? Это, конечно же, все соответствует той базе теоретической, которая описана сначала в тесте, а затем в качестве вопросов представляется непосредственным пользователем. Найти ссылку для участия в диктанте можно на сайте Министерства цифрового развития и связи Алтайского края. Теоретическая часть и тест станут доступны только после прохождения идентификации через портал Госуслуг. Кстати, за успешное прохождение диктанта, это более 75% правильных ответов, можно получить сертификат участника. В прошлом году 23 предпринимателя получили инвестиционные займы на льготных условиях. Такой кредитный продукт им предложил региональный фонд микрозаймов. О том, как такое предложение помогло спасти бизнес в пандемию в нашем сюжете. Несколько лет назад предприниматель Эдуард Стихарев наладил производство пластиковых окон в Заринске. Решил перенести его в Барнаул, но внезапно передумал. На месте производства он построил ресторан. К слову, с момента приобретения земельного участка до открытия заведения прошло 8 лет. Можно было разом валить кучу денег и открыться, как бы делают, нанимают топовых, тех, кто открывает специалистов. Бывает, постепенно двигается. Мы двигаемся, по второму пути идем. Ресторан был готов к запуску уже в прошлом году. Стихарев закупил необходимое оборудование, продумал интерьер и сформировал меню. Но открытие пришлось отложить из-за пандемии. Эдуард рассказывает, не опустил руки только благодаря Алтайскому фонду микрозаймов. Там ему помогли с получением кредитов 10 миллионов рублей по низкой ставке. На печь там, скажем, 200 тысяч стоит. У нас их там три, как минимум, и еще больше. Конечно, микрозайм помог. У нас будет два заведения. К апрелю мы пролонируем открыть второе. Выгодным займом воспользовалась и компания «Алтайстрой деталь». Проблемы появились еще в начале пандемии. Не хватало кислородных баллонов, производственной мощности и, банально, транспорта для перевозки и доставки кислорода в больницы. Решение было принято о расширении, об увеличении мощности. С увеличением мощности с постройкой нового цеха мы будем производить в три раза больше баллонов. Если раньше мы наполняли 600 баллонов в сутки, то с вводом в эксплуатацию новых мощностей мы будем производить не менее 1800 баллонов в сутки. На реализацию новой инвестиционной программы для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса из федерального бюджета выделили более 200 миллионов рублей. Региональный фонд микрозаймов оперативно разработал новый кредитный продукт. Денежные средства предприятиями направляются на модернизацию производства, на расширение, на закупку нового оборудования, на приобретение помещений. Было выдано 23 займа были поддержаны предприятия в сумме от 5 до 10 миллионов рублей. При этом льготная ставка составляла всего половину ключевой ставки Центрального банка. На тот момент это чуть более 2% годовых. Срок кредитования всего 7 лет. Тем самым освобождаются оборотные средства и предприятие развивается. Отмечу, что обязательное условие программы – создание новых рабочих мест. Не менее одного сотрудника за каждые полтора миллиона рублей. Софья Житина, Роман Хайрулин. Новости. И к другим темам. Тараканы в детской кроватке и мыши в квартире. Такие последствия испытывают на себе соседи мужчины, который полностью захламил свою квартиру. Куда обращаться за помощью в таких ситуациях узнала наша съемочная группа. Этот ролик прислал нам Николай Наконечный, старший по дому на Эмилии Алексеевой 5, корпус 2. По видео сложно понять, как Владимир, собственник квартиры, туда забрался и что за конструкция вокруг него. По словам соседей, вся квартира забита мусором. Так что даже спать мужчине приходится в общем коридоре или на улице. Тараканы бегают по всему дому, и мыши уже появились, и мы ничего не можем сделать с этим. Во все службы обращались, и на нас ноль внимания, только отписки делают и все. Владимир говорит, что они с сестрой разменяли трехкомнатную квартиру. И все вещи он перевез сюда, поэтому их так много. Ты носишь пакетами в дом? Нет. Да. Ну как нет? Ну ладно, Бородин, пожалуйста. Ну ты открой квартиру, давай мы посмотрим, что у тебя откроется. Нет, я не открою. Впускать в свою квартиру кого бы то ни было, мужчина отказался. Объяснил это тем, что боится ограблений. Нет, вот просто набивает, как суслик свою норку, набивает, 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 барахлом этим всем. Я не знаю, что с ним делать. Он туда зайти может? Да, если вы говорите, он кого-то водит еще в гости, значит можно туда проникнуть? Нет, нет, нет. А они в коридоре сидят, на стульчиках, выносят стульчик, и они здесь сидят. Это вот так вот у них. Туда никто не заходит. Недавно в доме заменили инженерные коммуникации. Квартиру же Владимира попасть не удалось. Теперь соседи боятся, что из-за непригодного оборудования затопить может весь дом. Коммуникацию вот под квартирами. Я не хожу, я хожу вон. Потому что у тебя негде ходить. Я в платный хожу в туалет. Молодец, что платный ходишь. Мы связались с родственниками проблемного соседа, чтобы получить комментарии. А он нас не жалел. Вот нисколько не жалел. Ну просто так же у нас отношения-то такие, что вы не видите, вы твои. У него две дочери взрослые, и никто не приезжает к нему. У него внуки, у него внук уже в армии, и никто не приезжает к нему. Это не простые отношения. Я все понимаю. Я постараюсь помочь. Существует жилищное законодательство, которое требует от каждого собственника соблюдать определенные нормы. Он не должен использовать помещение не по назначению. Также существует закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Действенным способом в отношении неблагонадежных собственников, которые занимаются захламлением жилых помещений, все-таки мы видим судебный порядок урегулирования споров, когда неограниченное количество лиц, это соседи, которые сталкиваются уже с последствиями, с плохим запахом, с тараканами, колопами и другими членистоногими, которые разбегаются из такой квартиры, обратиться в управляющую компанию. И уже управляющая компания выходит с иском в суд. Для этого нужно собрать доказательства. Например, вызвать сотрудников Роспотребнадзора, которые засвидетельствуют факт наличия тараканов и дурного запаха. О лишении собственника жилья речь не идет. Ему предъявляется требование устранить нарушение за определенный срок самостоятельно. Если собственник к указанному времени не очистит помещение, тогда управляющая компания имеет право войти в его квартиру и убрать мусор. Если же управляющая компания бездействует, жители дома могут обратиться в Минстрой. Юлия Шеламова, Михаил Лефоншан, Сергей Седых. Новости. К этому часу у меня все. С вами был Егор Матаев. Хочу напомнить всем нашим телезрителям, что эти и другие новости вы всегда сможете найти на нашем сайте katun24.ru и в группах, телеканалах, социальных сетях. Также присылайте свои интересные темы, а о самых актуальных мы расскажем в наших выпусках новостей. Хорошего дня!